Аркадий, еще я хотел бы, там уж вы вопрос подберете, а я хотел бы непременно рассказать о перспективе, о вот альтернативе всему этому кошмару. Да, да, да. Да, потому что на самом деле альтернатива есть, альтернатива замечательная. Связана она с именем немецкого предпринимателя и такого доморощенного экономиста Сильвио Гизеля. Я был удивлен, я открыл энциклопедию Кирилла и Мефодия 2007 года, 88 тысяч статей, и нет ни одной статьи о Сильвио Гизеле, о человеке, о котором отец современной экономической теории, Кейнс, говорил, что в ближайшем наступит время, когда человечество будет использовать идеи Сильвио Гизеля в гораздо большей степени, чем Карла Маркса. По крайней мере, это человек уровня вот такого, как великий основоположник нашей теории экономической, советской. И о нем никто ничего не пишет, ничего не знает. Ну и когда я начал это изучать, я увидел, я понял, почему это так происходит, я увидел, какие замечательные перспективы открывает то, что сделал этот человек. Биография его неинтересна, он родился в Германии, что-то там такое, работал на почте, занимался бизнесом у брата, потом уехал в Аргентину, довольно успешно торговал там, ну все это на уровне среднего бизнеса, но больше всего он задумывался о природе современных денег, вот денег уже в полном расцвете своей неприятности, а именно денег кредитных, которые все время вдаются в кредит, и денег, правда, тогда еще привязанных к золоту. Это было в конце 19 века. Он еще не знал, что деньги можно еще отвязать вообще от всего. Тем не менее, он усматривал, что деньги в том виде, в котором существует современное общество на конец 19 века, они предельно порочны, бесконечно порочны, поскольку главная функция денег – это обеспечение, обмена между товарами и услугами, и все. Вместо этого деньги в современной форме превратились в некий супертовар, самодостаточный товар, который, во-первых, не портится. Вот крестьянин привозит яблоки на рынок, раз, не купили день, два, три, на десятый все гниет, и он за полкопейки сдает. А если у тебя есть рубль, доллар, неважно что, ничего с ним не происходит. Ты подождешь, пока яблоки сгниешь, сгниет и заплатишь. Более того, эти деньги еще можно взять и отнести в банк, и ничего не делая, получать проценты. Вот в этом он усмотрел зло всей цивилизации. Вы замечаете, Аркадий, отличие от Маркса, который усматривал зло в прибавочной стоимости, которую надо взять, отнять у одного класса и передать трудящимся, другому классу. То есть социальное насилие. А Сильвий Гизель призвался произвести насилие над абстракцией, над деньгами, лишить их вот этого самоценностного статуса, кредитного статуса. И он предложил, более того, если бы на критике существующей экономической системы и денежной системы Сильвий Гизель бы остановился, его бы, конечно, давно забыли. Но он пошел гораздо дальше. Он создал целую не просто теорию, а практику альтернативных денег, которые, более того, и вот об этом тоже никто не знает, были применены в первой половине 20 века в разных частях света, от Америки до Европы, я сейчас скажу, и применены с фантастическим успехом. Потом это все быстро удушили, конечно, естественно, а сейчас совсем забыли напрочь. Смысл его был такой. Нужно создать деньги, которые будут не просто лишены кредитного статуса, то есть не будут приносить проценты сами по себе, но и еще потребуют того, чтобы за них платили. Вот это совсем необычная вещь. Самое интересное и забавное, что Сильвий Гизель тут ничего не придумал. Деньги, вот он назвал это фрайгельт, свободные деньги. Существует много очень синонимов, отрицательные деньги, свободные деньги, деньги с демериджем, это термин из железнодорожного фракта, когда за простой вагон платят деньги. Деньги с демериджем, мы будем называть их свободными деньгами для удобства. Так вот, первые деньги, свободные деньги появились в Древнем Египте, тысячи лет назад. Более того, такая крамольная вещь, с 10 по 13 век по этим перианциям жила вся Европа. Вся Европа. Брактиаты, так называемые, в Германии, принудительная чеканка в Англии, обязательно, когда раз в 6 лет перечеканивались все деньги, и тебе меняли старые деньги, за 4 старых давали 3 новых. То есть, налагался за имение денег на руках, ты платил 25%. На 6 лет, это где-то 4% в год, примерно столько за деньги идет. Значит, Гизель предложил это в иной форме. Деньги выпускаются как сертификаты. На них 52 ячейки под марочку. Каждую неделю, если ты остался при деньгах и хочешь от них избавиться, вот в учетный день, ты должен купить марочку за 2 центика и наклеить. Абрамович будет покупать марочку? Все будут. Все будут. Да, для миллионеров не было. Вы садите Абрамович с марочками. Да, а я вам расскажу, к чему это привело. К чему? Полностью возродили экономику вот эту упадочную. Это был вот такой остров, море ужаса. То есть, вы предлагаете листочки бумаги? Нет, сейчас есть новые формы. Ну что, сейчас есть электронные формы. Нет, нет, нет. Абрамович будет... Потому что отключена была камера, вернемся. Значит, он придумал такие листочки, на которых компьютеров не было, вот он привел. На них лепеши, по этому принципу делали деньги в Америке. В годы депрессии. И в Вергли, и в Шелнкирхен, в Германии. Вот три таких крупнейших. Что это себе представляло? Представляло вот сертификат денежный. Он, так сказать, по договоренности в комьюнити. Вот вообще немедленность. В области. Да, вот он не рассматривает, как возможно для всего мира. Ну, понятно, в области. В области. Договариваешься с рабочими, и всеми, которые соглашаются их принимать, то есть социальный договор, вот какое-то время хотя бы, чтобы посмотреть, как работает. Договариваешься с торговцами, лавочниками, у которых этих рабочие товарятся, чтобы они их временно меняли. С обязательством через год обменять их на нормальные деньги. Так. Вот, скажем, берем на тысячу долларов, он имитирует этих сертификатов. Пустых ничего. Через год обещает всем вернуть. Так, хорошо. Правильно? 52 ячейки, марочка 2 цента. К концу года доллар 4 цента с одного доллара. И на тысячу умножаем, 1040 долларов. Тысячу идет на покрытие вот этого обязательства изначально, 40 на всю эту эмиссию, на печатание, и все это такое. Но что происходит? Так как каждую неделю надо клеить марку, никто клеить не хочет, и обрамотит в том числе. Люди стремятся от них избавиться как можно скорее. И оборачиваемость этих денег в 24 раза выше по счетам Ирвина Фишера была, чем у обычных денег. В 24, когда инфляционные деньги в годы депрессии вообще лежали ничего. И, во-первых, денег не было. Как Гизель говорил. Особенно со временем денег, что когда они нужны, их никогда нет, а когда они нужны, они заваливают рынок. Так вот, инфляционные деньги не крутятся. Вот эти вот вращаются, как будто вы жареный петух их клюбом. Понимаете? А что такое вращение? Вот все вот так, все развивается. Услуги, промышленная экономика, все-все-все цветет за себя, все-все оживляется. Потому что все от этих денег хотят избавиться. Их не хотят хранить, а хотят их выбросить. Когда в Вергле увидели результаты годового, за год того, что там было сделано, все просто пришли в шок. Мэры всех городов Австрии собрались на конференцию, желая взять этот опыт. Потому что страна была в депрессии. Кончилось, как мы можем догадаться, соответственно. Центробанк выступил по всем территориям. И в Германии, и в Австрии с ходатайством суд о том, что это нарушение конституционных прав на эмиссию, которая принадлежит Центробанку. Это эмиссия собственных денег. И все инициативы были закрыты. Ликвидированы, уничтожены и пущены по ветру. После войны эту всю идею похерили очень основательно. И она возродилась сегодня, так и возродилась, слава богу, в двух формах. В форме системы взаимного кредитования и в форме тайм-долларов, так называемых. Которые в Америке очень популярны. Когда, опять же, на уровне небольшой общины, области, люди договариваются, что какие-то услуги приравнивают к единице времени. Вот ты парикмахер, массажист или стоматолог, или что-то угодно. И вот ты там починил зубы 3 часа, получил 3 тайм-доллара. Или там в расчете 10 тайм-долларов на 1 час. 30 тайм-долларов. Которые ты можешь обменять на услуги других людей. То есть все в обход вот этих Центробанковских денег. Вот это направление, единственное возможное, в идеальном плане, может спасти, наверное, от катастрофы. Да уж нет. Это только убедить. Вот есть много людей, подвижников. Маргарет Кеннеди, такая известная дама, которая там говорит, что надо убеждать власть имущих и финансовую элиту, что им это выгодно в дальней перспективе. И в самом деле им выгодно, потому что оборачиваемость свободных денег в десятки раз выше. И как бы когда-то это окупится, но никогда в жизни они от этой кормушки не откажутся. Это иллюзии. Это не до катастрофы спасет. Это посткатастрофическая ситуация. Это вот когда все уже обвалится. Вот тогда мы, дай бог, придем к свободным деньгам. Но опять на основе золота. Нет, там вообще золото не фигурирует. Его нет. Вот просто нет. Потому что золото, это было 500 лет назад удобный эквивалент обмена. А сегодня зачем вам золото? Есть услуги, есть товары. Деньги должны выполнять функцию обмена. И больше ничего.